Девушки отдыхают Иди, иди, иди Ты уже здесь, дружище Девушки отдыхают Вот так-то оно лучше будет Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Подожди Петр Сергеевич, вы здесь? Петр Сергеевич Петр Сергеевич Батюш Батюшки свет Петя, что с тобой? Зачем ты лег? Батюшки 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 КОНЕЦ Аккуратнее там, уроните. Да ему уж без разницы, мама. Что же это такое, Теть Свет? Ничего не пропало у вас тут, Светлана Ивановна? Смотрели или как? Да что у нас пропасть-то может, Игорюк? Мы же не Ленинка, древности не хоронили. Ну да, ну да. Так, вот, значит, вам справочка для получения свидетельства о смерти. А хоронить кто будет? Родственники у него имеются? Нет у него родственников. Хотя, погоди-ка. Галь, он же нам телефон оставлял. Шутила еще. Светка, если раньше тебя помру, сделай милость, позвони в Москву. Он сам вроде московский. Да, да, московский. А я ему, ты еще, Петь, на моих похоронах простудишься. 59 лет ему было. Осенью должны были юбилей исправлять. Вот. Петиной рукой записано. Известить Раису Васильевну Горбухину. И телефон должен быть московский. 495, это ж Москва. Москва. Сейчас. Алло. Раиса Васильевна Горбухина? Из Юрьева, без покоя. Здрасьте. Старший лейтенант Калинин, участковый. Да, из полиции. Беда у нас приключилась, Раиса Васильевна. Да, он, мы родной дядя, но мы сто лет не виделись. Да, понимаю, понимаю. Конечно, я приеду. Диктуйте адрес. Да, да. Мичуринская, 8. А куда его? Я знаю. Эх, Петя, Петя. Спасибо. Не знал я, что так и получится. Не знал. Товарищ генерал, тело уже увезли в горбольницу, в морг. Сказали инфаркт. Собирайте группу. Есть. Лёшка, да не сядем мы с тобой в провидении. Даже не думай. Там дождь. Боковой 8 метров с порывами до 15. С полосы снесет. На анадырь надо уходить. Слышишь? До угольного 400 верст с гаком. Не довезем геолога. Слышишь? Слышишь? Да. Слышишь? Да. Слышишь? 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 Да. Девочка, ты, ты за меня не бойся. Образуется. Вода есть? Дайте. Дайте. Дайте воды. Воды дайте. Нельзя ему воды. Пусть терпит. Бухта, какой у вас прогноз по метео? Алексей Ильич, плохо. Слоисто-дождевая 10 баллов. С нижним 300. Ильё до полуночи. А видимость? Две тысячи. Принято. Саныч, у меня тут идейка есть. Лёш, ну давай без идейка, а? Спокойно. Вы чего? Вам не надо здесь дождь, ведь возьмите. Томка! Томка! Куда понеслась-то? Ушла бы на пень хоть? Холост собачий. Доктор, а вы чего? Шли бы в машину или вон в диспетчерскую. Как вы думаете, сядет? Хабаров-то? На запасную идёт. Манады. Алексей Ильич сядет. Даже не сомневайтесь. Выйдем из ночи, будет спокойно. Что это? Ни хрена не видно. Чуть ниже берём. Ладня криком кричит. Не яс, не пьет, огнём горит. Злой дух болезнь принёс. Жена к матери везла. И на перевале не помолилась, кайру не привязала. Хозяина горы рассердила. Сын на другой день болел. Поговори с духами. Да, мой хороший. Попроси, чтобы они опростили моего сына. Не виноват он. Это я виновата. В больнице не дам. Всекровь сказала, живым не вернётся. Поговори, пожалуйста, с духами. Да единственное, кто ещё умеет с ними говорить. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Молоко есть? Есть. Идите духов кормить. Очень. Сейчас, мой хороший. Сейчас. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. А? А? Что такое? Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Ой, мальчик мой, маленький, наконец-то ты приехал к своей тёте. Фуфа, с днём рождения. Здоровья тебе и пусть всё будет хорошо. Ой, немыслимые розы. У меня будет всё хорошо, если ты будешь приезжать хотя бы два раза в год. Где ты пропадал? Почему тебя не было так долго? Ой, тётя могла умереть, не дождавшись. А Мара? Ты подумал о Маре? Она вспоминает тебя есть нитроглицерин, как картошку. Это же надо думать. У нас такой маленький городок, а я тебя вижу только в день своего рождения. Ой, похудел. Вымой руки и быстро за стол. Я ещё не готова, но чаем напоить смогу. Фуфа, я не хочу чаю. У меня совсем нет времени. Как? Опять нет времени? Сейчас нет. У меня встреча. Но вечером я приду, обещаю. Знаешь, как говорил дядя Сёма? Он говорил, обещал, не значит женился. Клянусь. Ой, не клянись, мальчик. А жениться я и не собираюсь, и не обещаю. Зачем мне жена, когда у меня такая чудесная тётя? Ой, негодяй. Максим, имей в виду, будут все. И Натан, и Володя, и дядя Миша. А тётя Мара? Ой, ну как же без этой старой перешницы? Конечно будет. Субтитры подогнал «Симон» Полет музы. Пластическая композиция. Совершенно новый взгляд на современный театр. А при чем здесь эти головы? Театр. Искусство мертвых умников. Нет. Это пожежу просто находка. Браво! 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 Чего у вас там случилось-то? Да медведь к поселку вышел. А там девчонка была. Осторожно. Геолог закричал. Медведя на себя отвел. Ножку его и порвал. Ай! Хорошо наши охотники рядом оказались. Подоспели вовремя, отогнали зверя. Сережа, надо куртку раздевать. С нами поедешь? Идем. А ты говорил, не сядем. Ох, Леша, Леша. Саныч, здесь не курят. Постановление правительства и Государственной думы. Леша, там не читайло, на КДП рвет и мечет. Кто бы сомневался. Ну, че, Саныч, потрепало вас? Ой, не говори. Ты на капот посмотри, там дыра с кулак. Молния саданула, я думал. Кранты. В больницу нельзя? А подгузник, значит, можно? Ну, сейчас, сейчас, мой хороший, сейчас. Вот какой молодец. Какой хороший мальчик. Тетя, тебе в больнице не повезет. Тете и без больницы, все понятно. Посидел в кафе? Недолго. Принесите еще кофе. Угу. Откуда вы меня знаете? Всякий, кто так или иначе интересуется искусством, знает Максима Шейнерман. Меня зовут Елизавета Хвостова. Я коллекционирую Бакста. А вы самый авторитетный специалист по художникам мира искусства. С этим трудно поспорить. О чем вы хотели поговорить? Ой, это хорошо. Я собираюсь приобрести портрет. Владелец утверждает, что это Бакст, 902-й год. Кто на портрете, известно? Графиня Келлер. Портрет графини Келлер находится в Зарайском музее. Если, конечно, не украден. Все верно. Но дело в том, что Бакст написал два портрета. Два. Один действительно находится в музее, а другой в частной коллекции. И сейчас продается. Это маловероятно. Ну, чтобы это проверить, мне нужна ваша помощь. Вы сейчас свободны? Мы что, уже договариваемся? Господин Шейнерман, вы эксперт с мировым именем? Это все замечательно, но я работаю только по рекомендации. Как вы осторожны. Берегу свое время. Кого из искусствоведов вы знаете? Многих? Я составлю вам список и вышлю на почту. Если вы об электронной, то у меня ее нет. Можете прямо сейчас назвать несколько имен. Я должна согласовать с этими людьми право упоминать их имена в качестве моих поручителей. В таком случае завтра я буду здесь в это же время. Всего наилучшего. Мой сын умер. Твой сын спит. Ты умолила духа перевала? Умолила. А почему не ел? Почему не спал? У него зубы режутся. Так мать сказала, что зубы к лету будут. Ну, возможно, у него самой зубы к лету будут. А у твоего сына они режутся сейчас. Причем сразу два. Спасибо. Эй, я тебе привезу мяса, молодой баранины, сыра и самых тонких четыре овечьей шкуры. У нее первый ребенок. Первый? Богатырь. Иди к ней. Спасибо. Бей барабан. Бар король. Ну как? Ну, вы не имеете права его наказывать. Ну он же, он же человека от смерти спас. Воробьева, ты не в свое дело-то не лезь. Указ мне тут тоже будет. Мой. Мой. Томка, куда? Бушлат надень, замерзнешь. Плевать. Ой. Привет. Здравствуйте. Не читайла там? Там. Алексей Ильич. Чего? А хотите, я вам чайку сделаю? У меня плиточный, как вы любите. Спасибо, Том. Не надо. А еще у меня сало есть, настоящее, домашнее. Мне бабушка прислала. У них калача дом свой, там и куры, и кабанчик со свинками. Хотите? Ты мне сделай. Знаешь, как я сало люблю? Калач? Это что? А это город на Дону. Надо же, не слыхал. Глухой он умер, Томка. Сердце нашего героического пилота закрыто на замок. Ты фотку у него в самолете видела? Ты совсем охренел? Кто тебе позволил при таком боковом садиться? Пятнадцать метров поперек полосы. Ну так сели же. Повезло. Кореньков, а ну-ка иди погуляй. Иди, иди. Леша, ты мне это брось. А авиация это тебе не рулетка. Сегодня нам, завтра вам. Ты знаешь, что это такое? Руководство полетной эксплуатации самолета Ан-2. Правильно. А знаешь, что здесь половина кровью написана? Такие дураки, как ты писали. Посмертно. И здесь сказано. Боковой ветер шесть метров. Садиться нельзя. Так я же поперек полосы сел. Что? То есть как поперек? Перпендикулярно. А попутный до восемнадцати можно. С отклонением закрылков ноль. Леонид Леонидович, у меня тяжело раненый на борту был. Если б я на Анадырь пошел, я б туда груз двести привез. Объяснитель напиши, циркач. Алексей Ильич, вам телефонограмма пришла. Сказали, как Хабаров сядет передать. Велели записать и трубку повесили. Баркароль какой-то. Че это, вы в курсе? Баркароль. Черная роза. Даш, еще буквально пару слов. Согласитесь, дискурсивные выставки малоэффективны. Вы считаете, они необходимы? Да, конечно, нужен личный контакт. Простите, а как же этика? Этика в современном мире – это эпицентр философской рефлексии. Идет процесс высвобождения субъекта и структур дисциплинарного общества за пределом предусмотренных иерархий. Дашка, Дашка, Дашка! Это супер! Уйди, уйди! Это супер, подруга! Я сам не ожидал этого! Ты такая молодец! Молодец! Да, я молодец! Давай, давай, защитим! Господа, прошу вас! Ну, уже, ну! Не надо напирать! Господа, пару шагов назад! Пожалуйста! Милая, все журналисты в восторге! В сети будет бомба! Рамуэль! Да? Я устала. Понял. Делается. Дамы и господа! Даша Жур ответит на все ваши вопросы в формате дискуссионной площадки в интернете! Да, да! Как так? А вот так! Даша Жур, Мальчик, 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 Мальчик! Да, да! Кажется, Мальчик, Мальчик! Да, я вам там цветочек уронил. Вот. Вы к нам? У нас тут библиотека. Да-да-да, я читать умею. Ну, в смысле, там написано, что библиотека. А вы, Светлана Ивановна, вы сейчас вместо покойного Петра Сергеича. Да, что такое? Я его заместитель и, согласно штатным расписаниям… А я, стало быть, Хабаров, из Министерства культуры. Из Министерства культуры? Так точно, из хозяйственного управления. Здравствуйте, Алексей Ильич. Галина Никитична. Ну, вот, послали разобраться с вашими потерями. А у вас ведь потери. Какие потери? Ну, как же, какие? У нас, как узнали, что ваш директор умер, и что библиотека полночи нараспашку была, решили, что нужно на месте разбираться. Что с фондами? Что с единицами хранения? А у нас ничего не пропало. А вы уверены? Абсолютно. У нас все на месте, молодой человек. Так это же ведь меняет дело. Вот здесь актик подпишем, что убытков нет. И все дела. Только, а вдруг пропало. А вы и не заметили. Вы поймите меня правильно. Меня же послали разобраться, смету составить на компенсацию, а я возьму и уеду. Вот вы завтра спохватитесь, а меня уже нет. Все, пояс тютю. Ну, сами же знаете, с финансированием ныть туга. Второй раз могут и не дать. Так вы не ревизор? Да господь с вами. Ну, какой я ревизор? Совсем наоборот. Вот тут все написано. Координатор? Так точно. Координатор. Вот вы мне покажете ваши каталоги, фонды, карточки. Я посмотрю, как у вас тут все устроено. Сядем, покумекаем, чего вам не хватает. Ну, и запросик скоординируем. Правильно? Или, может быть, вам ничего не нужно? Как это не нужно? Нужно. У нас вон фасады второй год не покрашены. Денег, говорят, нет. Вот, и фасады покрасим. Надо же, какое к нам внимание в Москве. Так а сейчас ко всем библиотекам внимание. Потому как библиотечное дело народу самое необходимое. Толком-то никто работу не ведет. Как это не ведет? У нас вон Светлана Ивановна каждую субботу устраивает мероприятие культурное. У нас и писатели выступают, и художники даже. Ой, не знаешь, я сама. Я сейчас не в Москве. Я в Юрьеве, Тамбовская губерния. Ну как, зачем? Я же тебе говорила. Да, да. Мне нужно на ютюды. Господи боже ты мой, откуда я знаю? Дыра дырой. А что я могу поделать? Провинция нынче в моде. Сельсоветы, крестьянский быт, мебель на Черноземье. Есть пара денежных заказов на эту тему? Здравствуйте. Здравствуйте. А что у вас еще можно посмотреть? У нас есть замечательная картинная галерея. Да какие пять звезд, я тебе умоляю. Анкета, пожалуйста. Чего? Анкету заполните, пожалуйста. А, Никита, скажите, а вы в школе учились? Да, учился. Ну, значит писать умеете. Алло, да, я здесь. Да, конечно, ненадолго. Ты же знаешь, я могу находиться только в Москве. Ну, еще в Лондоне. Но тоже так себе. Там нормально только в сентябре. Да, точно, до сентября еще дожить надо. Ладно, все, чмоки, целую тебя. Сдается мне, что все-таки вы писать не умеете. Почему умею? Ну, а для чего тогда вы тут стоите? Для красоты? У нас такой порядок, гости заполняют анкету сами. Ну, давайте тогда изменим этот дурацкий порядок. Никита. И еще, харчовню у вас имеется на вашем постоялом дворе? А то жрать хочу, помираю. Весь дом-то он у меня снимал. Покойный-то, хороший был мужчина, аккуратный такой. Платил исправно. Но правда, вот за последний месяц не успел. Не волнуйтесь, я компенсирую. А вы ему кем приходитесь-то? Я племянник, сын его сестры, Анны Сергеевны. Какая такая сестра, Анна Сергеевна? С рода-то у него сестры не было. Мама давно умерла. А, звать-то тебя как? Максим. Ну, заходи, Максим. Ну вот, Максюш, вот тут твой дядя-то и жил. Тут у нас кухня, там вон спальня. Ну, а прошу. А тут у нас зал. Жил у Назины, никто к нему не хаживал. Да, у нас, собственно, никого и не приглашал. Тишину любил. Всю работу свою работал, над книжками сидел. Мне бы документы его найти, для похорон, чтобы оформить. Вы не искали? Не, я сюда даже и не заходила. Так что где у него чего лежит, понятия-то не имею. Ты уж сам давай разбирайся. Ну, чего это ты останешься? Нет, я в гостинице. А то остался бы. Вот дядя помянули по-людски. Ну, как знаешь. Ну, я на огороде, если что это. Выйдешь Зою, покличешь Зою, стало быть, я приду, закрою. Только это с крыльца зови, а то отсюда не докричишься. Спасибо. Пошла? Ну, давай. Удяющий! Удяющий бод! Я думаю, я пришел вам вот так. Пошла выходить. Пошла туда. Удяющий бод! Пошла туда. Пошла туда. Удяющий бод! Вот сюда, проходите, пожалуйста, да понял, я понял, в следующем квартале, ясно, а ничего хорошего, мы в этом ждали. Да, мы восьмой раз вам заявку подаём, а вы нас все завтраками кормите. Проходите, пожалуйста. Да, ну, конечно, наш Юрьев, это же не Москва. Да я понимаю, понимаю, что мы не четвёртое управление. Но и вы поймите, что люди болеют не только в Москве. Я, мы… Вот сволоча. И что мне теперь делать? Нам новый аппарат УЗИ ещё в прошлом году был положен, а они мне теперь про квоты, про лимиты. Я сто раз говорил, его было здравие и на совещании у губернатора, а дело не с места. Так вы добиваетесь? Настаивайте. Под лежачий камень вода не течёт. Да. Да. Джохана Азатовна, я всё понял, но не вполне уверен, что сумею обеспечить вам все условия. А мне не нужно условий. Просто проводите меня в морг. Я смотрю тело и сделаю заключение. Заключение? Заключение. Так ведь есть заключение. Я полиции всё предоставил, как полагается в таких случаях. Вы бы у них копию запросили. Вот копия. Я её изучила. Вот запрос о проведении повторной экспертизы, обращение на кафедру и моё предписание. Читайте. Так зачем мне всё это надо-то? Мы что, напортачили где-то? Не, смерть не криминальная, сто процентов. Сердце остановилось. Угу. Чистая формальность. Понимаете, ваш библиотекарь дружил с нашим заведующим кафедрой. Когда тот узнал о его смерти, попросил меня уточнить причину. Понимаю. Моя задача — подтвердить ваше заключение, а не опровергнуть. Заметался пожар голубой. Позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь. В первый раз отрекаюсь скандалить. Был я весь, как заброшенный сад. Был на женщины зелье падки. Разонравилось пить и плясать, и терять свою жизнь без оглядки. Паш, я домой пойду. Скучно тут у вас, надоело. Давайте. Только ты давай недолго. Я уже скучаю. Пока, мальчики. Песня. 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 А если бы я запела за тобой? Хоть в своих, хоть в чужие дали. И в первый раз я запел про любовь, В первый раз отрекаюсь скандалить. Вы мне Сапковского еще на той неделе обещали. Нет у нас Сапковского, дружок, на руках еще. А экспансию вернули или тоже нету? Кабинет директора у нас внизу, а здесь вот фонды. Все в строгом порядке и по алфавиту. А электронные каталоги у вас есть? Есть, а как не быть? Хорошо. Ой, только они не полные. Все, руки никак не доходят. Да и компьютеров не хватает. Галя, Семенова принеси мне экспансию, первый том. Ага, я уже здесь год почти работаю. Все никак не могут оснастить читальный зал, воссыны не там. А, вы бы в министерстве поговорили. Решим вопрос. Решим вопрос. Правда? Правда. Ой. Спасибо. Галя, подойди, распишись, что ты возле него трешься, тебе делать нечего. Напишет в Москве, что у нас штаты раздуты и сократят всех. Держи. Спасибо. Я по жизни бродяга. Я опять под конвоем, хоть неволя мне в тягость, я угрюм, но спокоен. Не услышу я долго колокольного звона. Нынче матушка Волгу поменял я на зону. Как талые ручьи текут года, неспешно тонкой струйкой понемногу. Девушка, подождите. А то вы сейчас свалите, я вас потом полдня ждать буду. Что у вас тут имеется? Не густо. Рюмку водки, томатный сок, салат столичный и солянка. Смотри, глаз с нее не сводит. Лучше бы обед свой люкс заказала дура. Паша ее в покое не оставит. И подруга его, Вероника, уехала. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА А ведь ты же, Катяра, все видел, да? Ого, а что, пахнет неплохо. А это что, перец? Да. Чили? Нет, обычный. Меню оставить? Потанцуем, Кесоль? Не один танцуй, Зарь. Да ладно тебе выделываться. Потанцуй. Чё, жалко, что ли? Ты отдыхаешь. Мы и с ребятами отдыхаем. Давай, не выделывайся. Я не хочу танцевать. Я есть хочу, Зай. Улавливаешь? Не улавливаешь. Вали к своим ребятам и скажи, чтобы они выпили за моё здоровье и за мир во всём мире. Ну, чё? Что там будет? Не дай бог. О, второй пошёл. Может, охрану вызвать? Погоди. Чё бузишь? Круче всех? Давай, поласкивай весь, Ладуль. Пошли потопчемся. Поговорим, как люди. Отвали. Язык попридержи, шалава. Клиента пасёшь. Я твой клиент. Я сказала, отвали. Я тебе нормально говорю. Двигай в номер, я плачу. Тайцы, сериальные. Тихо, тихо, тихо. Стоять. Ваш светлый мир, что здесь зовётся воля. Вот даёт. Ты прости меня, мама. Ложку чистую принесите. Эй, слышь, видишь, намусорили там. Пойди приберись. Ну, что ж, девушки, порядок у вас образцовый. Любодорого смотреть. У меня на всё про всё дня три. Вы мне местечко организуйте потише, и я приступлю. А вы спокойно работайте, на меня внимания не обращайте. А хотите в читальный зал? У нас там тихо и места много. Нет. Мне бы вот лучше в кабинет Петра Сергеевича. Как вспомню, как он там лежал. Светланочка Ивановна, не волнуйтесь, не нервничайте. Вам же нельзя. Что, вот прям там и лежал, да? В кабинете? Прямо устала. О, да, дела, дела. Ну, ничего, у меня нервы крепкие. Воображение напрочь отсутствует. Ой. Ну, пойду пока покурю. С вашего позволения. За пятнадцать метров от входа, пожалуйста. Само собой. Не обращайте на него внимания, как же. Галь, помяни моё слово, по мою душу он приехал. Московского директора нам поставят. Да как же это так, Светланочка Ивановна? Да лучше вас к кандидатуре нет. Звучит музыка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Неплохое начало. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Джо. Только без восклицаний, пожалуйста. Ты цел? Я цел. Ты откуда взялась? Совпадение. Была в морге, шла на базу. Пулю достанешь? А ты номер мотоцикла заметила? Нет. Плохо. Что? Пуля на вылет? Джо, а я рад тебя видеть. Ты знаешь, я хотел тебе сказать. Поговорим на базе. Нас не должны видеть вместе. Джо, если ты собралась... Ты собралась? Хм. Хм. Ааааа. Аааааа. Ааааааа! Ааааааааааа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Ку-ку! К вам можно? Проходи, проходи! Я сам только приехал. Здравствуй, дорогая! Привет! О, Джохан, ты с нами? Как видишь! Класс! Чай будешь? Да, конечно! От твоего чая только дурак откажется! А тебе, Макс, конечно же кофе? Если можно! Прости, просто у Джохан лучший чай в мире! Здравствуйте, господа! Лёха! Привет! Полтора года не виделись, он вообще не извинился! Ну постарел! Да нет! Здорово, Алексей Ильич! Здравствуй, Макс! И мы снова вместе! О, началось! О, стоять, стоять! Садись! Будем на тебя любоваться! Да нет, любоваться будем на тебя! Даша Жу, московская знаменитость! Ты видел? Нет, реально видел? Ну, конечно, видел! Репортаж в новостях! Ага! Этика в современном мире, это эпицентр философской рефлексии! Это просто успех! Успе-ши-ще! Да! Твоя идея! Отчасти! Да, это всё он придумал! Мне бы в голову никогда бы не пришло! Художник — это тактик, который, просчитывая медийную и рыночную конъюнктуру, осуществляет владение личной властью! Ну, неплохо! Макс, твой кофе! Чай готов! Ох, ох, ох! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Пётр Сергеевич Цветаев, бывший сотрудник особого отдела ГРУ, убит. Как его убили, Джо? Отравили. Повреждений на теле нет, следов борьбы тоже. Внешние признаки указывают на сердечный приступ. А если правда сердце? Я нашла след от инъекции. Где? В стопе. Ему подложили что-то в ботинок. Кошмар. Пробу я взяла. Надеюсь, что после анализа будет какая-то конкретика. Не затягивай с этим, хорошо? А обувь? Осмотрела. Следов нет. Макс? Я после Дашки. Джо, там кофе ещё есть? Сиди, я налью. Не-не-не-не, надо варить. Остывший кофе не пьют. Остывший кофе выливают. Даша. А. А я что? Я всё сделала. Неизгладимое впечатление на местного пахана Павла Лемешева, он же Паша Суета, произвела. Молодец. Теперь надо с ним познакомиться поближе. Убийство Цветаева готовили. Возможно, кто-то из его шестёрок что-то видел или слышал, или знает. Есть, сэр. И будьте осторожны. Местный осведомитель сообщил, что на Лемешева со дня на день готовится покушение. Когда точно неизвестно. Не исключено, что оно вообще не состоится. Но сбрасывается счетов эту информацию не стоит. Если Пашу убьют, придётся выходить на его заказчика. А кому он нужен? Он гостей из Кавказа прижал. А у тех полная единодушия с ростовскими, которые давно хотят его подвинуть. Ага. Ясно. А если что, вмешаться можно? Мне потом суета по гроб жизни обязан будет. Смотри сама. По обстоятельствам. Только местным колоритом особенно не увлекайся. Город маленький, всё на виду. Наш шеф, конечно, страхует здешнюю полицию, но до поры до времени. В любом случае, стреляй пореже, взорвай потеши. Лёша! Ты самый лучший в Пусе начальник. Ой-ой-ой, всё-всё-всё-всё. Ч-ч-ч-ч. Так, теперь моя очередь, спасибо. В доме Цветаева были посторонние. Искали закладку. Как ты это понял? Цветаев оставил ловушки. Некоторые из них сработали. Какие ловушки? Например, в лампе был спрятан многодисперсный краситель. Таким обычно метят деньги для взяточников. Если лампу двинуть, он сыпется наружу. Весь столб был в этом порошке. Квартирная хозяйка? Маловероятно. Она бы все ловушки собрала. А осмотр был сделан очень аккуратно. Гости почти не наследили. И, судя по всему, закладку не нашли. Почему? Потому что меня стреляли. Спрашивается, зачем? Если убийство Цветаева обставлено как естественная смерть, значит, светиться им резонно нет вывода. Цель не достигнута, и я конкурент. Ты знал Цветаева лично? Один раз видел. В Москву он приезжал, нас знакомили. Разрешите, товарищ генерал? Да, Леш. Проходи. Знакомься. Петр Сергеевич Цветаев. Мой друг и наш старейший сотрудник. В отставке. Хабаров. История давнишняя. Петя, давай начнешь ты, я дополню, если что. Леша, а ты садись и внимательно слушай. Угу. В девяностом к нам пришла информация, что в составе командного аппарата разведки находится завербованный западными спецслужбами штатник. А делу, которым я тогда командовал, дали задание его вычислить. Операции было присвоено кодовое название «Тролль». И знал о ней только ограниченный круг людей. Нельзя было допустить малейшей утечки информации. Больше года мы собирали данные, анализировали, вели наблюдения. И в итоге сузили круг подозреваемых до пяти человек. Только когда мы были почти у цели и вычислили предателя, оказалось, что все это теперь никому не нужно. Граждану России, в ночь с 18-го на 19-го августа 1991-го года отстранен под власть законно избранный президент США. Какими бы причинами не оправдывалось это отстранение, мы имеем право реакционным антигенституционным переворотам. Союз рухнул, в спецслужбах начался раздрай. Ну, не такой, как и везде, но все же… Да ладно, Антон. Никто не понимал, что будет дальше. Это точно. Кое-кто даже считал, что оперативную информацию по нашим нелегалам нужно передать ЦРУ. Дескать, железного занавеса нет, они теперь наши друзья, и весь мир одна большая семья. Одним словом, был риск, что наши наработки станут известны той стороне. Поэтому я принял решение уничтожить основные документы по троллю. Но перед этим я их переснял. А микрофильмы спрятал. Надежно спрятал. У меня оставалась надежда, что рано или поздно они окажутся востребованы. Однако руководство менялось, тема тролля стала неактуальна. Да ты знаешь, что я с тобой за это сделаю? А новый шеф предстоятельный рекомендовал мне забыть о ней. От тебя мокрого места не останется. Я тебя сгною. Ты у меня пойдешь улицы без них. Я уволился из органов. Не понял меня? И покинул Москву. Ну, короче, так бы и забылась эта сказка, если бы на днях в Штатах не помер один из посвященных в нее деятелей. Мой бывший сослуживец рванул на Запад в 90-х за лучшей жизнью. Его архив стал достоянием журналистов, а там упоминание про тролля. И казалось бы, дела давно минувших дней, но американцы архив изъяли и запретили его публикации. А это означает, что не все узелки 30-летней давности перестали быть актуальными? Микрофильмы здесь? Нет. Я инициировал новое расследование, и в полном объеме в него посвящены только два человека. Я перепрятал пленки. Место известно только мне. Получается, мы ищем микрофильмы? Да. Прикольно. Мне сообщили, в случае нештатной ситуации, к делу подключат нашу группу. Тогда все сходится. Сейчас я вам покажу, что нашел в доме у Цветаева. Там весь стол был завален кроссвордами. Разгаданы не все. И сверху лежал этот. Вот, читайте. Двенадцатое по вертикали. Ага, по вертикали. Уроженец Львичегодска, покоритель даурских семей Хабаров. Это я. Я думаю, в кроссвордах зашифровано послание. Да, и расшифровка займет время. Шифр может оказаться нетривиальным. Или очень простым. Так, на завтра диспозиция такая. Даша, работаешь с криминалом. Джо, разбираешься с ядами. Макс с кроссвордами. Я с библиотекой. Сегодня отдыхаем. Ну, что ж, пойду подышу свежим воздухом. А то все, кабинет, кабинет. Если за ним следили, дело плохо. Можем не успеть. Не болтай. У нас есть дело, мы должны его сделать. Угу. Конечно, ты же у нас всегда права, как-то я забыл. Ребят, ну, не ссорьтесь. Так, я в отель. Общение, как обычно, только на явке? Естественно. Телефон-то выдали только тебе. Это не телефон, это экипировка, балда. Никита, а зачем вам столько часов? Что? У вас часы за спиной. Показывают время в Лондоне, Москве, Париже и Токио. Зачем вам столько? А, ну, у нас бизнесмены бывают. Часы установлены специально для их удобства. А, время в Токио. Бизнесменам тамбовщина необходимо, как воздух. Ну, у нас много разного народа. И иностранцы тоже останавливаются. Столица переезжает в Невосюки. Спорим, не знаешь, откуда цитата? Здравствуйте, Вероника Анатольевна. Здравствуйте, Вероника Анатольевна. Солярий свободен? Да, свободен. Прекрасно. А что это за русская красавица? Ой, нехорошо, как получилось. Ой, ой, ой. Вот. Да что же вы его несчастного роняете все время? Простите, великодушный, неловок. Ну, вот ноги как-то сами зацепились. А, извините. Благоуханный май воскреснул на лугах. И пробудилась Филомена. И флора милая на радужных крылах. Вот вы, давеча, замечание сделали, что у нас работа не ведется. А у нас сегодня открытый урок, между прочим, знатные люди нашего края. Не все сразу, ну так, ну. Здрасте. С писателем Мурашевым и Белкиным. Даже представитель Гаранова пришла. Светланочка Ивановна, вы бы воздержались от открытых уроков? Нет, правда. У вас тут человек на днях умер, а вы тут детей водите. Не ко времени это. Я и не подумала. Дети ведь. Вот именно. Давно урок начался. Да уж минуты. В девять начали. Стало быть, сколько? Знаете что, цветочек поставим. Я пока за тортиком сбегаю. А да, посидим, чайку попьем. А вы пока детей проводите. Да, да, да. Хорошо. Девушка, вы зачем это? Не надо тут поснимать. Почему не надо? Вон у вас какой забор красивый. Ворота чудесные. Сказано нельзя. Частная собственность. Иди вон в другом месте фоткай. А я здесь хочу. У нас свободная страна. Ты что, сов не понимаешь что ли? Вали отсюда. Сейчас выйду, пошей надую. А я полицию вызову. Ты что, дуал что-то совсем? Заткнись. Убиваю! Ты что? Помогите! Да заткнись ты. Помогите! Э, 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 ты что? Девушка, ты что? Вставай давай, вставай. Девушка. Девушка. Ты слышишь меня? Нет? Глаза открой. Вставай давай. Степа, ты что тут устроил? Ты че? Ты охренел? Проходите, граждане, проходите. Все нормально. Башка, я ее пальцем не трогал. Она начал снимать, я сказала, нельзя. Она начала кричать, гадом буду. Барышня, барышня, вставайте. Башка, дома ее тащи. Не понял, шеф. Девку, говорю, сюда, быстро. А то вы сейчас тут полгорода заберете. Понял. Степа, в дом ее. И шевелись давай. Девушки отдыхают. Спасибо. Спасибо. Благодарю. Благодарю. О, какой пес. Здравствуйте. Дедушка, как зовут вас? Как хочешь, так и зови, мил человек. Друганы дядь Сашей кличут. А его как звать? Да никак. Кому он нужен? Еще звать его. Прибился вот, да не прогнать. Да ради Христа вместе со мной просит. Ну и пусть просит. Я гнал, ну не идет. Да и не мешает он никому. Лежит себе и лежит. Не лает, не кусает. А прогонишь, куда он пойдет? Дядь Саш, а вот это, что за богомолец на мотоциклетке сюда приезжает? Не знаете? Вон там за кустами черный мотоцикл стоит. Да кто же его разберет? Сейчас в церкву кто только не ходит. Народ валом валит. Ну, а часто этот мотоцикл здесь пасется? А я за ним смотреть не поставлен, милый. Понял. А вчера приезжал, не помните? Вчера не было. Вчера были какие-то на джипах. Много. И батюшка долго не выходил. Может, вразумлял. Может, грехи им замаливал. О! Жива! На-ка вот, выпей. Легче станет. Не буду я пить. А че это мы такие серьезные? А чего веселиться-то? Вот этот дерется и телефон не разбил. Да ничего я не бил. Я и сказал, чтобы она не снимала. Пошел вон. Паша, да все нормально с ее телефоном. Че с ним сделается? Пошли к Ланилу. Вон, как новый. Положи. Свободен. Дебилы. А что это столичным гостям на нашей тихой улочке понадобилось? Что у нас за красоты? Раскрасоты такие. Да. Мне забор ваш понравился. Мы хотим забор на даче построить. И я решил фотографии сделать и папе отправить. А-а-а. Ну, раз такое дело, забор, да еще папе. А оставайся-ка ты у меня погостить. Забор, он и в Африке забор. А вот за забором у меня редко кто бывает. Нет, я, я не буду гостить. Мне в отель надо. Что я вам плохого сделала? Да ты чего, красавица? Если бы ты мне что-нибудь плохое сделала, стал бы я тебя, как дорогого, гостя принимать, а? А-а-а. Значит, вы так гостей встречаете, да? Прикольно. А я, по ходу, и не разобралась. Думала, придушите меня, да тут в садочке и закопаете. Закопаете. Башка, стреляю! Он за углом, кажется. Иди. Ты снайпер, что ли, а? Снайпер. Атагов, вон, мать его, с Асланом скобонились. Валить надо снайпер. Сейчас сюда мусора нагрянут, мало не покажется. Включи от машины с собой. Торт, девушки, низкокалорийный. Ой, что же вы так долго? Мы вас заждались уже. Сейчас чаю будем пить. Знакомьтесь, Юрий Григорьевич, наш знаменитый земляк, писатель. Товарищ из Москвы, из Министерства культуры. Мурашов, Белкин, Хабаров. Очень приятно. Ну, и как там наше министерство? Администрируете потихоньку? Руководите культуркой? А я по хозяйственной части. Там фонды, каталоги, то, сё, пятое, десятое. Вот оно что. Здравствуйте. А, это наша Настенька. Детским абонементом заведует. Здрасте. Узнала про наши дела, и вот отпуск прервала, вернулась. Галь, чашки поставь. Очень приятно. Очень приятно. Видите, Алексей Ильич, у нас и горе общее, и радость общее. Не то, что в Москве. Вместе жизнь живем по старинке. Вижу, вижу. Ну, а как вы на это смотрите, а? Коньячок семилетний, феньшампань. Юрий Григорьевич. Светочка, помянуть Петра Сергеевича по-русскому обычаю. Куда едем снайпер, в больничку нельзя. Завалят меня в больничке на раз-два. Не боись, в больничку не поедем. Да я не боюсь. Пулю надо вытащить. Пулю вытащим, это мы умеем. А вот мозги тебе не вставим. Этого не умеем. Туда. Спецэффекты? Без них не можешь. Нет, интересно, а что я его бросить должна была? Я даже спросить ничего не успела. Создаешь проблемы, время отнимаешь. Как будто у вас и без меня проблем не было. Я им языка притаранила, они претензии выкатывают. Вот вы там, в Москве, как считаете? Вы считаете, библиотеки народу не нужны. Потому что вы там все в Москве с планшетами ходите. И с этими, как их там, гадами? Качетами. Во, а книги вам ни к чему. До чего дошло, библиотекарей убивать стали. Прямо как книга Чеев в средневековье. Опасаются, стало быть, библиотекарей. А кого убивают, простите, я не очень понял. Так Петраж Сергеевича. А разве его убили? Он же сам вроде. Убили, убили. Теперь так со всеми образованными будут расправляться, чтобы уж совсем никого не осталось. Что за ужасы вы городите, Юрий Григорьевич? Не слушайте вы его, никто никого не убивал. Нет, постойте, Светлана Ивановна. Постойте, а зачем, по-вашему, его убили? Как зачем? Чтоб библиотеку закрыть. В рамках, так сказать, всеобщего оболванивания народа. Куда закрыть? Что вы каркаете? Я, Светлана Ивановна, не каркаю, а говорю, что думаю. Да не будет министерство библиотеку закрывать. Так ведь, Алексей Ильич? Так. Но это он вам сказал, а вы уши развесили. Ну, насчет убили, не убили, я не знаю. Некомпетентен. Это вам в полицию надо. А ваша библиотека сто лет простояла и еще простоит. А вот это не факт. А такой торт вкусный, вы его где, на площади купили? Нет, в переулке. В переулке. Обыкновенный торт. Вы мне лучше расскажите, как представитель министерства, Алексей Ильич. Ильич. Так вот, как представитель министерства, кому наш директор мешал? Да с чего вы взяли, что его убили-то? Нет, действительно. Вы кого-то подозреваете? А что тут подозревать? Только-только человек собрал вокруг библиотеки культурных людей, детишки сюда стали ходить, взрослые потянулись, сформировался, так сказать, очаг просвещения, можно сказать. И на тебе, директор помер. Совпадение. Так, господа хорошие, посидели и будет. Юрий Григорьевич, вы идите домой, отдыхайте. А дома работать надо. Угу. Угу. Рану просуши, и можно зашивать. Хорошо. Долго он проспит? Минут тридцать. Только придется переложить его на кровать, со стола он упадет. Ты кофе будешь? Свори, пожалуйста. Ага. Да не сердись ты на нее, Джо. Она так понимает свою задачу. Я не хочу за ней подчищать. Это как раз не моя задача. Хабаров ей разрешил вмешаться, вот она и вмешалась. Она развлекается, а я вынуждена с этим возиться. Джо, сколько лет мы вместе? Дашка лучшая в своем деле. Я тоже лучшая. И ты лучший. И Хабаров лучший. И только поэтому мы вместе. Только поэтому? Ой, тапочки. Тапочки. Так я же с собой их взял. Как-то нехорошо грязь с улицы тащить. Вот Светлана Ивановна я видел, перебывается. И у вас под столом туфли стоят. Ну, да. Мы ж тут с утра до вечера, а в сапожищах не высидишь. И не говорите. А Петр Сергеевич, вот он тоже переобувался? В кабинете-то? Угу. В тапочки. В тапочки. Даня! Ступай на рабочее место. Да ведь там же нет никого. Светланочка и Ивановна. Придут сейчас. А Алексею Ильичу, если нужно, Настя поможет. У нее в абонементе точно до двух никого не будет. Хорошо. Я могу быть чем-нибудь полезно? Нет, нет. Спасибо. Я сейчас тут расположусь и начну потихоньку. Угу. Ну, и где же ваши тапочки, Петр Сергеевич? Нету тапочек. Ну, чего там у тебя, Рыжий? Анастасия? Светлана Ивановна сказала, что вам нужна помощь. Да. Скажите, а вот это что? Это что, не учтенка? Нет, это личная картотека Петра Сергеевича. В каком смысле личная? Ну, иногда он своих читателей сам обслуживал. Это его репрезентативная выборка. Хотел узнать, что народу ближе исторические романы или любовные. Классика или детективы. Здесь читатели из разных возрастных и социальных групп. Надо же. И что, он сам книжки им выдавал? Когда как. Иногда это делала я. Ясненько. Ну, что же, Анастасия, нам надо с вами проверить, что из этого есть, а чего нет. Анастасия, нам надо с вами проверить. Товарищ генерал, при выполнении оперативного задания избежать прямого контакта с объектом не удалось. Произошла перестрелка, в результате которой полковник Хабаров получил тяжелое ранение. А ты куда смотрела? Виновата, не рассчитала. Здесь рапорт. Да на кой мне Жукова твой рапорт? Джахана Затовна, ему нельзя. Если бы не Алексей Ильич, то меня бы в мелкий винегрет. Так, Бахтаева! Ана, вернись! Где он? Бурденко. Кожащая. 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 Каверин. Каверин. Открытая книга есть. Двух капитанов нет. Что? Я говорю, открытая книга есть, а двух капитанов нет. На руках, наверно. На руках? Отлично. Угу. Настя, а вы давно в библиотеке работаете? Всю жизнь. Ну, в библиотеке все жизнь. А в Юрьеве три года. Я ведь из Северодвинска. Так надоело это. Темень, холод. В пуховике все лет. Вот я и решила сюда перебраться. Здесь тепло. И яблоки. Яблоки, это да. Яблоки, хорошо. Ковчиг Марка. Татьяна Устинова. Отлично. А вы что, прям настоящий москвич? Ну, теперь уже, пожалуй, да. Вообще, я из Калача. Знаете, город есть такой, Калач на Дону. У меня там дом свой, куры, кабанчик. Какая там рыбалка. Ой. Вот один раз, один раз спиннинг забросишь, сразу леешь. Второй раз забросишь. Щука, вот такая. Не верите? Верю. Вот сейчас дела у вас тут закончу и поеду купаться, загорать, уху трескать. Я вам уже завидую. А вы, наверное, расстроились, да, что отпуск пропал? Вы же по путевке ездили? В санаторий, в Светлогорск. Да, по путевке. Но я же все понимаю. А вдруг помощь моя нужна? Так что, когда Светлана Ивановна позвонила, я сразу приехала. А путевку бог с ней. Не в последний раз. Это точно. Боже, сколько ты бумаги извел. Ну что, не выходит каменный цветок? Не мешай. Машину я спрятала. А у нас есть что-нибудь поесть? А то жрать хочу, помираю. Это к Джо. Джо! Ну что, ты спасла того несчастного, практически убитого до смерти? Или же он помер, не приходя в сознание? Ты очень шумишь. Можно подумать, мы в засаде. Он в моей комнате. Ага. Ну что, пулю тебе вынули? Али Капоне? Дырку заштопали? Джо, а чего он молчит? Ему плохо? Мне хорошо. Иди ешь. О! Спасибочки. Вы с ним поболтали? Нет, и не собирались. Ты его притащила, ты с ним и болтай. Мы и так из-за него полдня потеряли. Лепешка просто ураган. Вот почему ты все умеешь, а я ничего? Ну вот совсем ушки. И не умею, и не успеваю. Ты слишком много и громко говоришь. Джончик, ну какая ты классная, а? Ты и лепешки печешь, и операции делаешь, и в трубаках ковыряешься, а я что? Ничего. Ничего. Просто без талача. Не подлизывайся. Я на тебя сердит. Значит так, Паша, вопрос один, но очень-очень важный. Мне нужно знать, кто убил директора библиотеки. Или ты еще под препаратом. Джон, сейчас соображает или нет? Зачем ты меня спасла? Ну, чтобы спросить. И все? Ты вопрос понял? Я не знаю. Зря выходит с посла. Да кто вы такие? Пашенька, ну ты прям как ребенок, честное слово. Ну кто ж тебе скажет? Ты подумай хорошенько. Я понимаю, что думать ты не приучен, но… Может бойцы твои докладывали о чем-то странном, или на земле твои гастролеры объявились? Напряги извилины. Ты мне жизнью обязан. Я не знаю, это не наш. Ясное дело, что не ваш. Ты сейчас думаешь или поспать решил? Что со мной будет, снайпер? Я вас наведу и ты меня завалишь. Ох ты ж господи. Да чего ж вы бандитьё о себе заботитесь? Ты, поди Пашенька, в людей почаще меня стрелял. А как до серьезного дошла, только об одном и думаешь, завалят тебя или нет. Бедняжка, ты еще всплакни. Я эту явку вашу спалил. В лицо я всех вас видел. Мне по всем статьям хана. Тебе и без нас по всем статьям хана. А я тебя вывезу. Куда скажешь. Зуб даю. Джо, его можно возить или он должен лежать? Можно. Вот видишь, ты только вспомни хоть что-нибудь. У библиотеки байкер ошивался. Не наш. Братва его видела. Номера ростовские. Кажется, я не проверял. Ну вот видишь, уже кое-что. И куда подевался этот байкер? Не знаю. Опять двадцать пять. Да я правда не знаю. На пустыре за киношкой тусуется байкер. Есть там один Алик. Кликуха Борода. Найдешь его, привет от меня передашь. Может он что знает. Вот и умница. Молодец, хороший мальчик. Куда тебя везти? Что-то помирать не охота, снайпер. Раньше как-то все до звезды было. А теперь не охота. Ну, если не охота, значит не помрешь. Музыка 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 Ну, сколько это еще будет продолжаться? Сколько раз тебя еще будут убивать? Музыка После задания я подаю в отставку. Я решила, что ты должен узнать об этом первым. Спасибо за доверие. Ты руководитель группы. Начальство я поставлю в известность, как только мы закончим дело. И не осуждай меня. Да я и не осуждаю. Только… Что только? Тебя заменить нельзя. И ты это прекрасно знаешь. Как ты жила без меня? Я жила интересно. Без потрясений. У тебя глаза оловянные. Стеклянные, оловянные, деревянные. Исключение из правил русского языка. Леш, я больше не хочу жить придуманной жизнью. А у нас нет другой, Джо. Это как в монастырь. Ну, то есть навсегда. И мы с тобой с этим согласились. Много лет назад. Да. Много лет назад. Куда его? Куда надо? Держи крепче, придурок. Отвечай, мать твою! Чего я тебе тот мужик говорил? Ну? Юлис, погоди. Как бы он того не отъехал? Да узоровейшим ты! Подъем! Хорош придуриваться, дед! Крути мозгой! Че ему надо было? Берите, что хотите! Ну не знаю я никакого мужика! Ну мало ли кто-то до нем ходит! Мужик в пешаке! Ну не знаю! Отъедет он, вообще ничего не скажет! Ну все, дед, ты меня рассерди. Че, тебе мало? Еще хочешь? Про собачку он еще спрашивал. Какую собачку? Че ты гонишь, а? На кой его собачка? Че ты смотришь? Вали ее! Аф相! Валерий! Афа-сам! Афа-сам! Афа, афа! Афа-сам! Ты кто такой? Ну, все. Тихо, тихо. Тихо, тихо, не пейте, дедушки. Ну, сил же нет. Помру. Дядь Саш, дядь Саш, это я. Утром, помните, я был около церкви. Я думал, убили тебя. Это они по твою душеньку приходили. Да я понял, я понял, понял, дядь Саш. Так больно? А вот здесь больно вот так? Да всяк больно. Ну, что, в больницу? Сейчас обезболивающее дам. Придется еще потерпеть дедушке. Как там напарник мой? Убили ее? Живой. Сейчас я тебе помогу, дружок. А я говорю, незнакомый мужик. Денежку дал и пошумал на Ане и по зубам. Мам, ногами. Все, все, дядь Саш, все будет хорошо. Все будет хорошо. Слышь ты, эй, эй. Ты, мать твою, что тебе больше всех надо? Кто к деду послал, урод? Кто урод? Сам урод. Вали отсюда, паскуда. Я щас корешей позову, а они твои кишки выбор намотают. Сиди на месте. Сиди и не дергайся. Кто к деду послал? Два раза спросил. Я третий раз спрашивать не буду. Ферт один. Я его не знаю. Он бабла дал, сказал детка отряхнуть, в которой церковь сидит. Узнать, что за мужик к нему сегодня приходил. Ферт местный или приезжий? А, без понятия, я паспорт не глядел. Где должны отчитаться? Ну, я с кем разговариваю, можно? По дорожнике. Это че такое? Пельменная за вокзалом. Когда? Завтра в двенадцать. Документы возьми. А чего вы тут устроили и без меня? Да, ждай телефон. Давай сюда ручки, милый. Дежурный? Ай! Не ори ты. Полковник Васильев Олег Петрович беспокоит. Сглавка. Со своим начальством соедини меня. Угу. Товарищ майор Поликарпов? Полковник Васильев, да. Я тут тебе сейчас двоих подвезу. Мои Орлы их с Поличным взяли. Они уже давно в разработке у наркоконтроля. Ну да. Да при них наркота, при них где еще быть? Все по закону. Конечно. Жди, сейчас буду по-быстрому. Ты че, мужик? Какая наркота? Да че мы сделали-то, а? Дедку в зубы сунули. Че, не убили же? А если бы убили, я бы вас, товарищу майору Поликарпову, издавать бы не стал. А наркота у тебя в кармане. Нет, у меня наркоты. Да там, там она. Ты подзабыл просто. Где-тед�. Где-тедик-тедик ог неделых? Дед У меня она envиvana! В Здоровье, как да,�aga! Субтитры создавал DimaTorzok Какой ты хороший! Ну, как ты, бродяга? Вы покормили животное? Джо сказал, ему пока нельзя. Да? Макс, ты меня любишь? Ну, не мешай. Пожалуйста. Дядя Саша в реанимации. Я вызвала главврача, он подежурит около него. Даша, что за стрельбу ты там устроила в городе? Так ты же мне сам разрешил вмешаться. Пашу суету до машины довела. Сам уехал. Все, боялся, что я ему пулю в затылок вкачу. Макс. Да? 61. Это какой регион? Ростовская область. Это номер мотоцикла. Подозреваю, что дядя Сашу метелили как раз из-за моего интереса к хозяину этого мотоцикла. Номер надо пробить. Быстро не получится. Доступа к базе нет. Я сделаю. Угу. Джо, а по яду есть какие-нибудь новости? Нет. Пока нет. Очень мало материала в пробах. Понятно. А посмотри вот на… вот на это. Это что? Щепка из директорского кабинета. Барсик показал. Кто? Ну, библиотечный код. Да ты прям как Дед Мороз. С подарками. О, это еще не все. У Цветаева была личная картотека. В библиотеке считают, что так он выявлял пристрастие читателей. Вот здесь, вот это список всех, кто в этой картотеке. Изучи. С паспортными данными. Угу. Макс, как успехи? Расшифровка, я так понимаю, не с места, да? Пока нет. О, Никит Новиков. Я его знаю, он работает администратором в РЭЛ-Паласе. Это в твоей гостиничке, что ли? Ага. Милый зайчик. Я его засмущала совсем. Зато… Гоя информацию вытрясла. Даша, информацию нужно… Знаю, знаю. Проверять. Не волнуйся, все проверили, проверили. И доложили. Давай. Угу. Надо же. Она тоже в библиотеку записана. Кто? Вероника Гуськова. Подруга терпила. Я ее сегодня в отеле видела. И, кстати, у нее есть салон красоты свой собственный. Офелия называется. Вон, глянь. Тут весь интеллект в губы ушел. Леша. Это микроконтейнер с ядом. Да ладно. Если слегка надавить, то с этой стороны выходит игла. Ого. Непростые ребята убили Цветаева. Да уж. Непростые – это не то слово. Вот еще. Билеты в кино? В директорском ящике лежали. А вот это я нашел в кармане его плаща. Это клей? Там написано, что это клей. Выходит, что Цветаев с кем-то ходил в кино и собирался что-то к чему-то приклеить. Ну, не собирался, а приклеил. Им пользовались. Поверхность нарушена. Может, он объявление расклеивал. Продаю диван. В хорошем состоянии. Если это его билеты, то с кем он ходил в кино? С женщиной. И у него были с ней доверительные отношения. А как ты это поняла? Клей новый. Им пользовались только раз. Видишь, тонкую сетку на поверхности? Да. Этим клеем заклеивали порванный капроновый чулок. Ну, чтоб стрелка дальше не приползла. Занятно. А малознакомому мужчине женщина не признается, что у нее порвались чулки. Значит, нужно установить эту женщину? Ну, Макс, в доме у Цветаева были следы женского присутствия? Обо всем, что там было, я доложил. Меня сегодня в библиотеке чаем поели. Я вот все время думал, короче, это был не чай, а как будто веник заварили. Значит, мы имеем три направления. Мотоциклист, люди из картотеки Цветаева и женщина, с которой он ходил в кино. Если предположить, что Цветаев оставил нам билеты, ну, потому что не доверял ей, можем допустить, что она имела отношение к убийству. Нелогично. Если бы он ей не доверял, он не подпустил бы ее так близко. Согласен. Не согласна. Мы исходим из того, что поступки Цветаева выверены. Но почему-то исключаем сбой. Сбой какого рода? Он мог влюбиться. Влюбиться? Агент со стажем? Такое бывает только в кино. Ну, в жизни бывает по-всякому. Весна. Пора любви и грусти нежной, и еще там как-то юности мятежной. Яд в ботинок удобней подложить близкому человеку, это точно. Вспомнил, Леша. Здесь у тебя записано некая Елизавета Хвостова. Женщина с таким именем просила меня помочь с картиной Бакста. И это было в тот самый день, когда я получил вызов. Это совпадение? Сомнительно. Надо проверить. Там есть адрес? Да. Луначарского, 46. Вы, извините, вы не подскажете, а какая это парадная? А какая вам? Мне первая. Ну, вон туда. Спасибо. Вот это я тебе говорю. Понимаешь? Они с ним не присутствуют. Они на нас просто походят. Понимаешь? Понимаешь? Понимаешь, что делать? Пока… Извините, пожалуйста, звонок не работает. Я не сразу услышала, что вы стучите. Проходите. В комнату проходите. Чаю хотите? Или кофе? Кофе. Если можно. Конечно, можно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потом театры, музеи под нож пошли. Скоро до библиотек доберутся. И не говорить. Ещё десяток лет, и вымрет великая Россия. Вон, Маршанск почти вымер. Я оттуда родом. Всё детство там прошло. И что мы видим? Алкоголизм, безработица, наркоманы. Девушки, день добрый. Юрий Григорьевич, моё почтение. О, душитель культуры пришёл. Вы меня льстите. А мы вот с Юрием Григорьевичем план на лето согласовываем. Нет. Раньше эти вопросы Петя решал. А теперь, видите, самим приходится. Вижу, вижу, молодцы. О, Алексей Ильич, здравствуйте. Хотите чаю? У нас и чёрный есть, и зелёный, и вот сушки, и запеканка творожная. Я сама пекла. Чайку? Ну, можно, пожалуй, зелёный. Этот ковёр? Совершенно особенный. Да нет, он просто старый. Ему лет двести. Да, что вы говорите? Это сарандас. В Персии такой ковёр расстилали при встрече гостей. Ну, это дедушкин, и он говорил, что он турецкий? Нет, персидский. Очень интересно. Садитесь. А вам с молоком? Нет, нет, спасибо. Вы разбираетесь в коврах. Я немного понимаю в прикладном искусстве. Здорово. Ну, давайте я посмотрю, и скажу вам, когда я успею. Что давайте? Вашу работу. Мою работу? Ну да, вам же нужен перевод. Нет, мне перевод не нужен. А зачем тогда вы пришли? Я пришёл к Елизавете Хвостовой. Так я и есть Елизавета Хвостова, но если вам не нужен перевод, то... Мне нужна книга. Какая книга? Вы взяли в библиотеке книгу, лекции о кураторстве. И до сих пор её не вернули. А мне она очень нужна по работе. Вот я и пришёл за книгой. Ой. Господи. Простите, я не так поняла. Книга, лекции. Да, сейчас, конечно. Вы знаете, я её не осилила. Пыталась, но нет. Пётр Сергеевич, директор библиотеки, мне так и сказал. Что сказал? Что, не осилите? Ну, что такие книги без подготовки читать нельзя. Так, где же она? А, вот. Нашла. Ой. Да, я без книг прямо умираю. Ну, не в смысле, что умираю, просто неинтересно. Вот. Вы меня простите, я в библиотеке уже давно не появлялась. Мне нужно было перевод сдавать. А сейчас у них директор умер, так я не захожу. Так вы переводчиком работаете? Нет. Так, подрабатываю. Дома и в картинной галерее. Небось в телефон пялилась. Давайте я вам по-моему, да пялилась. А как вы думаете? Смотреть на дорогу надо, дядя. Так, уродненько. Ты не пьяный сейчас? Я пьяный? Да я кроя воды вообще ничего не пью. Сама она мне под колёса бросилась, начальник. Христом Богом клянусь. Видеорегистратор есть? Да какой в бурзду регистратор? На что он мне? Я даже по трассе больше шестидесяти не иду. Не виноват, я начальник. Она сама бросилась. Может, она психическая? Слушай, дядя, сбил человека на пешеходном переходе, так и скажи. Документы твои где? В машине. Товарищ командир, что теперь с ним будет? Отвечать будет по закону. За причинение вреда здоровью штраф до пяти тысяч. Ну, или лишение прав от года до полутора лет. Лёгкий вред, как я вижу, в наличии? В наличии. О, мужик даёт. Не виноват. Сама бросилась. Диятель. Кстати, коленка не болит? Может, скорую вызвать? Нет. Нет, ребят, я так не могу. Вон у него наверняка дети, семья есть. Такой хороший дядечка, а его из-за меня с работы попрут. Понимаете, я сама виновата. Я просто с Пандером ехал в руке. Вот, вот так вот. Мне надо кисть тренировать. Я же художник. И он меня из рук выскальзывает, и прямо на дорогу. А я за ним выбегаю, а тут этот милый дядечка на грузовичке. Он меня даже не задел, правда. И я сама от страха упала. Отпустите его, а, ребят. Так, а что с протоколом-то делать, товарищ лейтенант? Нужно протоколов, зачем? Правда, я к нему совсем никаких претензий не имею. А нога? А нога вообще не из-за него. Я вам не сказала? Меня сегодня чуть мотоциклист не сбил. Урод. Вот кого бы я прав лишала на всю жизнь. Носится здесь, как сумасшедшие. Это точно. Ездят, как у гориллы, придурки. И сами убиваются, и других убивают. Вова, если б могла, лично ему морду набила, скотине. Так его ж не поймать. Здесь этих рокеров в городе миллион. А номер обидчика не запомнили случайно? Да нет, откуда. Хотя, подождите, точно. Семь-два-шесть. Семерка – это вообще мое число, а двадцать шесть – это последние цифры моего телефона. Да, что ни говори, упадок во всем. И в культуре, и в искусстве. Еще чайку. Вот помню, в детстве в театр ходил. В чуз. В Маршанске. Ну да, на кота в сапогах. Так какой там кот роскошный был. Усище, хвост. Я по малолетству думал, что он настоящий. А сейчас сплошная профанация. Так тоже искусство, Юрий Григорьевич. Тут без таланта-то никак. Ой, ой, ой. Это я виновата. А, ничего, ничего. Ничего страшного. Ну, сейчас его отсюда выводим. Сланочка Ивановна, я в полдвенадцатого отойду. По делу. Вообще, я уже почти все закончил. Скоро в Москву буду. Ну, может, вы нам скажете, наконец, кто у нас директорствовать будет? Ой, хоть бы Светланочка Ивановна была. Да, а ты назначат какому-нибудь невежду? Не скажу, не в курсе. Хозяйственное управление директоров не назначает. Этим департамент науки и образование ведает. Алексей Ильич, почему вы не кушали мою запеканку? Возьмите, я же пекла, старалась. Петр Сергеевич очень любил мою запеканку. А он, а он один жил, Петр Сергеевич ваш, а? Ну, как сам он, готовил, стирал, убирал? Ой, мужчина, вы все одинаковые. Вам лишь бы за вами стирали да убирали. Вот именно. Женщина, как была в средневековом рабстве, так и осталась. Домашняя прислуга и больше ничего. Ну, как это ничего? Вот наши девушки дома не сидят, на работу ходят. Эмансипация, равенство полов. Не больно-то вы разбежались наравне-то с нами быть? Мы после работы в магазин, потом домой, а там вторая смена. Обед поставь, всю посуду перемой. Да, дети придут в уроки, проверь. Вон, Бетя, какой был душевный и понимающий. А попроси его грядку вскопать, ни за что не станет. Тысячу причин придумает. Ну, что же это от него жена ушла? Из-за грядок, что ли? Какая жена? Не было никакой жены. Я тогда в библиотеке скажу, что вам книгу отдала. Хорошо, а то они будут спрашивать, а у них там строго. А вас как зовут? Максим Шейнерман. Я запишу, можно? Где-то карандаш был. Пожалуйста. Шейнерман. Подождите, у вас тоже книга есть. Веселый век. О мир искусниках, правильно? Вы же искусствовед. Искусствовед. Ах, фантастика. Вот так вот запросто ко мне пришел сам Максим Шейнерман. А вы в Юрьеве по делам или у вас тут родственники? По делам. Слушайте, вам обязательно нужно сходить в нашу картинную галерею. Она маленькая, но очень, очень, очень замечательная. Все непременно. Елизавета, а вот такое совпадение. У меня есть одна знакомая, коллекционер. Фамилия у нее тоже Хвостова. Это, случайно, не ваша родственница? Нет, вряд ли. Ну, у меня никого нет. Ни племянниц, ни двоюродных. Только родители и бабушка. А паспорт вы, случайно, не теряли? А почему вы спрашиваете? Я теряла. Я в Москву зимой ездила и где-то там посеяла. Целая история была. В поезде же надо паспорт показывать. Но я как-то выкрутилась. Спасибо. Вы самые лучшие гаишники в мире. Да ладно. Обидчика вашего пробили по базе. Зарегистрирован он в Ростовской области. Далековато, конечно. Да ничего страшного. Теперь я знаю, о нем все. Не спрячется. Помочь донести? Да я вас умоляю. Спасибо вам большое. Пока. Зачетная девочка. Москвичка. Привет. Самокат купил себе? Добрый день. А зачем? Как зачем? Покатались бы вместе. Да я как-то никогда и не пробовал. Да. Садись. Нам не положено. Да ладно. Персоналу не положено выполнять требования гостей. Дайте жалобную книгу. Не надо. Понял. Понял. Давай, давай. Садись. Не стесняйся. Расскажи, как у вас здесь люди живут? Вот ты чем занимаешься? В смысле? Ну, на работу каждый день топаешь. За прилавком своим стоишь. Как дурак. Алин, меня до вечера не будет. Хорошо. Почему как дурак? У меня английский, я спецшколу заканчивал. Ну, ладно, не как дурак. Ну, я не знаю, может, ты в кино ходишь или в библиотеку записан? А, записан. Да. А что, нельзя? Да нет, почему? Можно. И что, хорошая библиотека? Обычная. Так, стой. Стой. Куда пошел? Давай вместе сходим. Куда? В библиотеку. Я не знаю. Я там не был давно. Ну, ты подумай. И потом поговорим. М-м-м. М-м-м. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алла? Да, минуточку. Алексей Ильич, вас. Угу. Благодарю. Слушаю. Инфа по мотоциклу в почтовом ящике. Хорошо, Дарья Александровна, я буду послезавтра. Слушайте, это подождет. Всего доброго. Ну, то вы видите, Москва уже дергает. Кто там? Господи, ну что ты выдумываешь себе чепуху? Ну, девица какая-то из управления. Секретарша, наверное. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Пусть. Брысь. Я тут. Ой. Ой. Светланочка Ивановна, я это, домой быстро сбегаю, а я… Я кота забыла впустить утром, представляете? Я выпустить выпустила, а впустить забыла. Да как же это ты так? Я сама не знаю. Ну, беги-беги. Ага, спасибо, я быстро. Бестолковая. Алексей Ильич, Алексей Ильич, подождите, а я, а я кота забыла впустить. Он самостоятельный, сам гуляет, его только нужно из подъезда выпустить, а потом обратно впустить, а я вот забыла. А вам в какую сторону? Мне? Туда. А мне, к сожалению, туда. Не по пути. Пойдемте, я провожу вас. Нравится вам у нас? Или в Москве лучше? Ой, у нас хорошо, красиво. А вы в Москве где живете? В центре или на окраине? У нас в центре вот очень красиво. А вы приезжайте к нам в отпуск. С женой, с детками. У вас жена и детки есть? О, а как-нибудь. Марфуша тринадцать. А Темке на той неделе два стукнуло. Такой бутуз. Ой, я вам фотографии непременно покажу. У меня не с собой сейчас. Детки-то хорошо. Да. Не скучно. Не скучно. Вон наш Петр Сергеевич умер, а близких не было. И деток не было. Скажите, а он всегда один жил? Всегда. Не скучал? Да нет, он книги любил. Читал много, гулял. Гулял? Угу. Гулять — это прекрасно. И что, вот ни за кем не ухаживал ваш Петр Сергеевич? Вот прям святой был. Никто не святой. Он за Настей ухаживал. За нашей Настей. Девять слов. Девять. Логарифм, обобщение, ревью, засов, телефон, выселок, сноповязалка, гром, срединя. Девять слов. Должна быть связь. Ну что, Макс, все копаешься в своих абстракциях. Папа, Пифагор говорил, числа управляют миром. Миром управляют чувства, сынок Математика Всего лишь аппарат Прикладная штука И заниматься ей отдельно от физики Да это просто смешно Ты копаешься В мертвых формах Ну и что? Может они и мертвые, зато очень красивые Но это красота без души Мама, рассуди нас Идите обедать, спорщики Вам обязательно нужно сходить В нашу картинную галерею Она маленькая, но очень, очень, очень замечательная Очень, очень, очень замечательная А Светланочка Ивановна говорит, что не было у директора никого Она не знает И никто не знает Они потихонечку встречались Да, это как же Еду я, значит, один раз в электричке Смотрю, наши сидят Рядышком со всем Думаю, дай я подойду, поздороваюсь А он ее так нежно за ручку Вот так вот берет, как мальчик Я думаю, зачем лезть? Может быть у них тайна Ой Ну какая же тайна Или может у вашей Настя муж ревнивый? Нету у нее мужа Был у нее в военной части Какой-то офицерик Но они давно разбежались Она о нем даже не вспоминает уже Так, ну, однако Однако, сколько же Сколько же у них разницы-то? Вот у Насти и Петра Сергеевича Ну, лет двадцать Может, потому и прятались? Может А только сердцу ведь не прикажешь О, хай, хава рью, файн? Ты Не ты, а вы Милый, прими-ка агрегат И поставь его так, чтобы я его видела А то тут гопников развелось Не пройти, не проехать Так, я не записывалась Но я смотрю, вам все равно делать нечего Мне маникюр Ничего не трогать Просто лаком покрыть Проходите в зал, пожалуйста Да уж, пройду Я вот здесь сяду И капучино Принеси А то пить хочу, помираю О, а я вас видела Точно, в гостиничке нашей У ресепшена Да бросьте, видела я вас Вы еще в солярий топали Помните? Ну, помню И что? Да и все Слушайте, а тут вообще можно Маникюр-то делать Или лучше не связываться? Вообще-то, это лучший салон в городе Мы работаем только на французских препаратах Я сама лично все привожу Да ладно Подожди, то есть Это твой салон, что ли? Серьезно? Офигеть Это я удачненько зашла Спасибо Спасибо Мальчики, салатки здоровы Пожалуйста Покушайте? Поесть Туда, проходите, там бизнес-ланч Вам что, меню или сразу пивка? Пивка Ну, можно и меню Хорошо Эй, голубок Может, подушечку дать? Алло Борюс Привет Это я Да что ты говоришь? Да? Да? Да ладно Еще раз, Лекция Здесь не спальный вакуум Либо заказывай, либо давай валя отсюда Пошел Ню-ню, возьмите Что-то у вас народу маловато Видно, дорого берете А сами-то читать умеете? Там все написано Выбрали? Выбрал Бизнес-ланч номер два А вот вместо макарошек пирожечку сделать? Можно Да сейчас еще ничего Под вечер набегут Самое веселье начнется Счет, пожалуйста Счет, пожалуйста Счет Пожалуйста Любаша Счет 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 Любаш Нужны впечатления. А какие здесь впечатления? Ну, солянка в кабаке, и что? Хоть в библиотеку записывайся. Я записана. Да ладно. Не веришь? Вот тебе крест! Нет, ну а что такого? Ничего, ничего. Я любовные романы обожаю. Ага. Ну, а зачем тратиться покупать, если можно просто прийти и взять? Мне иногда кажется, что здесь все прям как с меня написано, как с натуры. Пардон, мадам. О, Никитос, здорово. Привет. Обеяешь? Да, подумал, что надо прикусить. Часто навалится, даже с запутками особо не разгуляешься, а тут недорого. Куда, Голубок? А деньги? Давай. О, а ты че-нибудь делала себе в Москве? Э, в смысле? Ну, в смысле, пластику. Да, да, конечно, я, я грудь делала, губы делала, нос делала, а уши пока решила не делать. Я тоже грудь и щеки подтягивала, чтобы сколы появились, а с зубами намучилась, просто жуть. Зато сейчас какие глянь. Э, офигеть. Слушай, а ты сводишь меня в библиотеку? Потому что я здесь долго торчать буду, а че делать, вообще не знаю. И я тоже очень люблю любовные романы. Ну, если хочешь, давай сходим. Они книжки мои на тебя перепишут, чтобы не сдавать. Супер, отлично. Потому что на сегодня я вроде приколюху придумала, че делать, а дальше вообще не знаю. А сегодня че? А сегодня я пойду потусуюсь с вашими местными байкерами. Говорят, прикольные они. Да что ты говоришь? Не может быть. Да ладно тебе. Ни за что не поверю. Да ты что? От дома, да. Это кто? Да, певец из Дашкина в ресторанах. Стой! Женщина, дверь откройте. Я из полиции. Стой! Да стой-то уже! Стой! Да стой-то уже! Ну что, все? Дальше уже бежать некуда? Загнали, сволочи. Стой! Руку дам! Профессионалы, мать ваша. Джор, Джор! Тихо. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо. Я решил, что тебе надо поесть. Обязательно. Обязательно. Вот. У меня, конечно, как у тебя не получится, а я и не пытаюсь. Тут насобиралки, а я не пытаюсь. Вот что-то. Тут одно, другое, пятое, десятое. Вот. Ты попробуй эту рыбу. Попробуй. У тебя сразу все пройдет. Как рукой снимет. Это даже не анадриское. Это нам из Магадана присылают. А давай я тебе на хлеб положу. А не надо мне на хлеб. А можно и без хлеба. Ее вообще без хлеба надо есть. Да, я без хлеба. Попробуй. Вот. Просто невероятно. А почему? Ну, потому что там же сплошные эти ненасыщенные жирные кислоты. Да, там они есть. И аминокислоты. Я, да, я антиоксиданты. Антиоксиданты? Да. Что ты несешь? Вот. Давай я тебе чай налью, а? Я знаю, я знаю, что ты не любишь сладкий чай, но сейчас тебе чай с сахаром он просто необходим. И, пожалуйста, не спорь со мной, а? Я не спорю. И не надо. Нет, ну… Почему ты смеешься? Так я тебя не узнал там, в этом баре. Ты когда садилась, у тебя попа так оттопырилась, а там цветы… А ты это разглядел? Ну, конечно. Конечно. Ну, так это же тяжело не разглядеть. Вот. А что ты сделала с его мотоциклом? Свечи вывернула. А как ты поняла, что это он? А у меня дьявольская интуиция. Правда? Нет, я просто увидела человека на мотоцикле. Балбес. Я действительно балбес. Еще какой. Зачем он спорю? Нервы. Вот я смотрел на него в баре и думал, сейчас он сделает глупость. И он ее сделал. Я не знаю, что вы правильно его осмотрели. Слушайте, а что у нас дезинфекция пахнет? Он на что, опять ранен ноги? Нейхер. Ну, на серпантине я в Повороте жил. А там, знаешь, под мокрым листиком, вот камень. А вылетел с дороги, покатился дальше. Кто меня спрашивал? Че ехало? Надо омать себе. Че надо, красотка? Покататься хочешь? Слушай, а почему тебя Бородой зовут? У всех же Борода. Пацаны назвали. А тебе что? Да ничего, фантазии у вас нет. Ну, нет. Твою какое дело? А мое дело такое. Паша суета тебе привет передает. Ну и? И говорит, что ты знаешь, кто у библиотеки ошивался, когда директором очканули. Че? Че? Че слышал? Это тебя Паша прислал? Про библиотекаря узнать. Ага. Че ты гонишь, по ходу? Борода, ты не быгой. Ты на вопросы отвечай. Не видел я никого. А, ну ясно. Значит, так и запишем. Паша суета врет. Погодь. Че ты гонишь, что директора мочканули? Кому он нужен? Он сам коня двинул. Сам не сам, тебе-то че? Че пялишься, нравлюсь? А если нравишься, то че? А я многим нравлюсь. Пойдем со мной на свиданках. Я щедрый, когда разбухаюсь. Алик, кто у библиотеки крутился? Да сам Пашка и крутился. Поэтому я тебе толкую, что ты гонишь сладкое. На кой ему тебя посылать, если он сам там катался? Че, прямо у библиотеки и катался? Да. Вечером, когда директор дубу дал, мы с пацанами мимо шли. Смотрю, Пашкин чоппер у забора ночует. Думаю, че он здесь забыл? То есть, самого Пашу ты не видел? Не, не видел. Показать сможешь? Че показать? Где че я предстояла? Давай, братюнь, жми! А может, на свиданку? Гляди, счастье свое проборгаешь! Это ты счастье мое, что ли? А че, деткам нравится? Сейчас убери! Давай, давай! Давай, давай! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Он хочет сказать, что ему нужно пройтись Вообще-то тебе надо лежать У тебя ранение Мне надоело лежать Он хочет пить Откуда ты знаешь? Он говорит, а я слушаю Ты посмотрел результаты экспертизы? Да Да, но я почти ничего не понял Это яд отложенного действия Вещество новое с ним не знакомо Контактирует с кровными тельцами Активизируется и вызывает паралич сердца Смерть наступает часов через десять То есть, Цветаеву яд подложили, когда он пришел в библиотеку? Ну, или дома Когда он пошел на работу В любом случае, утром Ой А происхождение вещества нельзя установить? Нужна стационарная лаборатория Но могу сказать точно В аптеке такое не купишь Так Давай без резких движений, снайпер Ты теперь на моей территории Предупреждаю сразу Здесь кругом мои бойцы Дом отцеплен А если дернешься Я тебя пристрелю, как собаку Боже, Паша Ну и выражение А сортир где? Или у тебя там тоже Бойцы и отцепление? Ха-ха Смешно А Давай быстрей, шевелись Зря я тебя спасла Че? Лежал бы сейчас в морге Тихо, мирно И никаких забот Слышь Тихо Спокойно, спокойно, спокойно Сейчас Я сам Слышай, снайпер Дверь открой По-хорошему, говорю, открой Ну че ты ломишься? Ручку сейчас сломаешь Снайпер Выходи, говорю Я кому сказал? Ты очередь занимал? А если занимал? За мной будешь Фу, Паша, мы витоны Терпеть не в мочь Простата шалит В детстве дедушка Меня часто на пруд водил Уток кормить Дедушку я любила А уток нет Толстые, ленивые А я своего деда не видел Нет, да что там деда Я отца даже не знал У старшей сестры вроде бы И у меня, значит, был один отец на двоих А у младшей сестренок разные Это как так? Да так Мать нас рожала Привозила к бабке И уезжала А та нас растила Тунеядцами называла Дармоядами Безотцовщиной Но любила Учебники покупала Тетрадки Спортивные костюмы А у Цветаева были романтические отношения С библиотекаршей Хмелевой Но об этом никто не знал В городе они не встречались А билеты в кино? Ну, может, один раз сходили Но в основном прятались За дверью подожди Не понял Слушай сюда Мы сейчас с тобой на двоих базарим Но если я свистнул Пацаны твои кишки на забор намотают Паш, что тебе надо? Я тебя из-под пуль вывезла и ментам не сдала И клешню твою за штополь Мне надо, чтоб ты сказала Сколько вас? И за каким вы сюда приперлись? Как приперлись, так и свали Ты только не мешай Так в том-то и дело, красавица Что я вам, походу, не очень мешаю А вы мне очень мешаете Я сроду на своей земле Никого не терпел И вас терпеть не буду Я сквозь землю вижу И на земле моей от меня тоже ничего не удаётся Оно и видно Тебя чуть в собственном дворе не завалили Ну да Ты чё, девочка? Не поняла ещё Шутки кончились Я ж тебя раскусил Я вас собственными руками передушу Сволочей шпионских Скотина ты, Паша Почему мы с тобой никогда не ходили в кино? А мы всё время были на работе Или в лазарете Ой, Джо Таскаться по госпиталям Это часть нашей работы На заводе носят респираторы В шахте каску А мы иногда лежим в госпитале И что? Ничего Каска и шахта Это прекрасно Только ты никогда ни с чем не считаешься Ташка спросила тебя Может ли она вмешаться в бандитские дела И ты ей разрешил Потому что так нужно для дела А если бы её убили? А она не маленькая девочка Она профессионал Нет, Лёша Она девочка И её нужно останавливать Но ты сам при первой возможности Лезешь в пекло головой вперёд Ты других этому учишь Ты всегда был такой Из тебя получился бы плохой полководец Погубил бы всю армию И сам отправился следом Да пока ещё ни разу не погубил Армия, как видишь, цела Группа цела, да Потому что как только ситуация Выходит из-под контроля Ты бросаешься к груди на амбразуру Джо Вообще-то это наша с тобой Что, работа? Ну давай ещё поговорим Про каски, про респираторы А ты хоть раз в жизни задумывался Что будет, если убьют тебя? Ну что Макс или ты Возьмёте руководство на себя И закончите операцию Я не о том, Лёша Со мной что будет Это худший вид эгоизма Думать, что твоя жизнь Принадлежит только тебе И ты можешь распоряжаться Ею как тебе угодно Но убьют, значит убьют Джо, послушай меня Нет, это ты послушай Когда тебе не приходило в голову умирать Мы с тобой были вместе А потом ты принимал решение Отправлялся на тот свет А я оставалась одна Я вообще-то не специально умирал Так получалось Но ты ни разу в жизни Не сделал ничего Чтоб получилось иначе Лёша, она тебя любит Ну так сколько вас? Четверо Какая связь предусмотрена? Телефон Там на первой кнопке Специальный номер заведен Молодец, снайпер Это правильно Поживешь еще Я разгадал послание От Витаева Я взял слова Которые были написаны карандашом Почему? В Хабар Было написано карандашом Слова такие Гром, засов, телефон, выселок, логарифм Обобщение сноповязалка На первый взгляд Закономерностей нет Но если расположить их Вот так Смещая каждое следующее слово На одну букву влево По вертикали получится Галерея Есть еще два слова Сретенье И ревью С первым я пока не знаю, что делать А второй Это русская транскрипция Английского слова Обзор И с ним мне все ясно Значит так Скажешь своим Что тебя взяли в заложники И требуют выкупу Понятно Ага Ревью Это анаграмма Переставляем буквы Получается Юрьев Юрьевская галерея Это что было, а? Конспирация Шеф сам перезвонит У Дашки проблемы Нужна геолокация Что-то не торопится Твой шеф перезванивать Видать Положить ему на тебя А? Э-э-э Не шали Я прилягу, ладно? Мне что-то нехорошо С мотоцикла я упала Ты меня по полу катал Ага Наспа-ла-жить Наспа-ла-жить Совсем без башни Че? Посмотреть за ней? Я сам Пиво принеси Понял Э-э-э Снайпер Слышь, ты не дури Паша, блин Ты где? И прям такой Прям аромат Прям на все улицы Ничего себе Ты гляди, в каком состоянии Твоя книголюбка Она не моя Ты лучше посмотри, кто с ними Паша сует, а? Угу Пошли отсюда Давай, выставись Тихо, тихо, тихо И ровно Ну и зачем она опять ножна? Я еще не все у него спросила Да знаю, я знаю Виновата Потом мне все скажешь Ничего я не буду говорить Это не имеет никакого смысла Максик, ты тоже на меня сердишься? Нет Подытожим Наши противники Профессиональные агенты Один из них Ресторанный певец погиб Он же, судя по всему Меня и стрелял Остальных Мы пока не знаем Правда, у нас есть Таева Почти Расшифровал Сейчас Сначала я увидела ее фото На мотоцикле в телефоне А потом Олег Борода мне это подтвердил А может это и подруга его была Вероника Она любит на его байке погонять Теперь у меня к тебе вопрос, Паша Один-единственный Да ничего я вам не скажу Гниды шпионские Хоть на куски меня режьте Ясно? Сколько лет ты с ней знаком? Отвечай быстро Не раздумывая Че? Паша Ну, год А до этого ты видел ее когда-нибудь? Нет И откуда она взялась? Так с Курска приехала Салон красоты открывать Кто тебе сказал, где меня искать? Сивый Ну, он это Охранником на дверях В салоне у нее стоит Что и требовалось доказать Молодец, Вероника Ты взял меня в плен Отвлек от дела И наш противник выиграл время Да вы кто такие вообще? Контрразведка ГРУ Специальная группа Да ладно Че, и бабы группа? Паша Лучше б ты молчал, правда А то как ляпнешь Да ну Да не может быть ГРУ Меня че, завалят теперь, да? Все, начинается Я же все ваши лица видел А наши лица никому не интересны Они у нас всегда одни и те же Мы с ними и живем, и работаем Сделаешь, как я скажу Останешься живым и здоровым Понял? Понял Позвонишь своей Веронике И назначишь ей встречу Здравствуйте, Елизавета Здравствуйте Я пришел пригласить вас на свидание Меня? А что тут особенного? Вы мне понравились И я приглашаю вас на свидание Да нет, ничего особенного С удовольствием, конечно Я всегда хожу на свидание С малознакомыми мужчинами Вы обещали сводить меня в галерею Вот незадача-то, а Да что ж сегодня, слава Богу Что ж вы под ноги себе не глядите, товарищ координатор Так весна же, Светланочка Ивановна Сметение чувств, как говорится Да и в Москву, жуть как неохота У вас так хорошо? Сейчас чайку попью Подпишем с вами документы И все, на поезд Уже? А что делать? Мы же, как говорится, люди подневольные А я вот спросить хотел Я вот в первый день, как к вам приехал И вы меня за ревизора приняли Вы кому-нибудь сообщили обо мне? Ну, наверняка позвонили кому-нибудь Ну, кому я звонила, никому Настя сама звонила Так я ей сказала, что человек прибыл из Москвы, осваивается А что, нельзя было? Господь с вами, конечно, можно Нет, это я к тому спрашиваю, что теперь надо удостоверение на другой манер переделывать Люди пугаются ведь Вот смеху было бы, да? Если бы вы стали бы названивать в министерство И спрашивать, что, мол, за проверки А проверок-то нет никаких День добрый А я вам, девушки, тортик принес Вафельный Ой, а я так вафельные люблю Где вы учились на переводчик? А я училась на филолога В МГУ И что же вы не остались в Москве? Ну, потому что здесь моя семья А я одна не умею, не могу Ну и потом в Москве таких, как я, пруд пруди А здесь я штучный товар А вы? А, что я? Ну, вы всегда хотели стать искусствоведом? Нет По образованию я математик У меня отец работал в ней ядерной физики Ну и хотел, чтобы я пошел по его стопам А я выбрал матанализ И как же он сейчас относится к тому, что вас унесло совсем в другую сторону? Никак Он умер, его убили Простите Привет Привет А Паша где? А Паши не будет У меня к тебе разговор А я лучше вечером не поем, чем без торта останусь А я вообще не понимаю, чего вам молодым сдались диеты эти От них вреда больше Я лично как не поем, так на людей бросаюсь А пустой чай, он еще больше на еду позывает А ваша жена какие диеты соблюдает? А все подряд Вот она новую прочтет в журнале И давай ее соблюдать Вот хоть из дома беги Нормального борща не допросишься Алексей Ильич Вас Хабаров у аппарата Леша, у нас новая вводная Понимаю, понимаю Секунду Светланочка Ивановна Вас просят Твоя очередь Мой голос она уже знает Алло Светлана Ивановна, здравствуйте Это вас из администрации беспокоят? Как-то раз отец взял на дачу секретные документы для работы А в понедельник не пришел на ученый совет Бросились искать, нашли на даче Документов при нем не было И мама не стала через полгода Это ужасно После смерти родителей я хотел учебу бросить Но папины сестры, мои героические тетки Фуфа и Мара Заставили меня доучиться до диплома И не просто до диплома, а до красного Даже до огненно-красного Фуфа, смешное имя Фаина Нам сюда Светланочка Ивановна, что там? Вызывают Срочно Видать, новое начальство над нами ставят Ой, беда-беда Без пяти пропадем Не беспокойтесь, Светланочка Ивановна Может еще и ничего Может грамоту дадут Да какую грамоту, Алексей Ильич Я с вами Светлана Ивановна Давайте я вас провожу Галя проводит У меня мало времени А нам с вами надо еще раз Списки сверить Да, да, я провожу Проводите, проводите Что ж вы торт совсем не поели? А? А зачем вы это сделали, Анастасия? Вроде бы красивая, умная женщина Они в свое дело полезли Почему? Вам что, много заплатили? Или может вам романтики захотелось? А? Вам не понять Честно говоря, я совсем не понимаю современное искусство Ну, чтобы разобраться в том, что происходит сейчас Нужно знать античность Раннее, позднее средневековье Возрождение Новейшие времена Живопись церковную и светскую Много всего Вы намекаете на дефицит моего образования? Нет, что вы, я совсем не это имел в виду Ну, ладно, ладно Вам можно Вы же искусствовец с мировым именем Просто мне кажется, что современное искусство Это не совсем искусство Это мода Если художник модный, его покупают И все дела Значит, у художника остается только одна цель Эпатировать и продавать Все немного сложнее Искусство всегда было связано с модой Думаете, Рембрандт или Веласкес Не были модными среди своих современников? Вы меня извините Я морочу вам голову с своими копеечными умозаключениями А вы же Искусствовед с мировым именем Да Директора зовут Бруно Олегович И я предупредила его, что мы придем Можно? Никого нет? Он сейчас подойдет А я Когда сказала, что Приведу Максима Шейнермана Он решил, что я его разыгрываю Вам не нравится? Наоборот Отличная картина Просто превосходная Это Илья Кондратьев Наш художник местный Хотите, я вас познакомлю? Познакомьте Он ваш возлюбленный? Нет Почему вы спрашиваете? Вы мне нравитесь Хотел знать, какие у меня перспективы Да что вы понимаете Я жить хочу по-человечески Ну, так и жили бы Что вам мешало? А здесь нельзя жить Здесь можно только выживать И тухнуть день за днем Мужиков нормальных нет Зарплаты убогие Еще эти курицы мокрые вокруг Озабоченные Одна с вами недооцененность А другая тем, что ее замуж никто не берет Кто вас вербовал? Я Вербовал О! Юрий Григорьевич Или как вас там? Эффектное появление Додумался таки Не надо Светлана Ивановна, да вы куда? Ну-ка стой Куда? Что, погоня захотелось, а? Перестрелки, да? Сейчас в новости попадем В сводки Все-все-все Я пожилой человек Отпустите Пожилой человек Вы бы лучше легенду проверяли В Маршанске не от тюза И кота в сапогах там не ставили Я импровизировал Импровизировал Правильно я понимаю Что, Тайник, вы не нашли? Вы же Шейнерман Ну, вы это он или нет? Он Это я Вот гость так гость Бруно Черпухин Очень приятно Очень приятно Какими судьбами У нас музей достойный Но ничего особенного И это, говорю, не из скромности А со знанием дела Ведь специалисты такого уровня К нам редко захаживают У меня здесь знакомый жил в Юрии Да? Да, Светаев Директор библиотеки Не знакомый? Петр Сергеевич Конечно, знакомый Еще как только Ведь с ним беда Вы не осведомлены? Осведомлен Приехал, вот не застал Да Такая потеря Такое горе Специалист был Человек достойнейший Ну, правда, нерюдим Немного Но это же свойственно Всем книжникам Искусство любил Он нам вот эту картину подарил И познакомил С ее замечательным художником Лизонька Вручай Деточка Моя секретарша в детском саду У нее внука выпускной Надо бы чайок организовать Я тебе пособлю Хорошо Можно и без чая Мы же так зашли Познакомиться Э, нет, Максим Мы вас без чая не отпустим Ну, 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 как Такой гость Нам же разговоры разговаривать А какие разговоры без чая Мы сейчас быстренько Лизонька, давай Бруно Олегович Да Извините, а как эта картина называется? Там же написано А, я сейчас вспомню Подождите, сейчас Сретенье, вот Взгляните С одной стороны снег лежит Еще зима А с другой уже весна Весна, как говорится, идет Весне дорогу Сейчас чай будет Весна, как говорится А где же наш гость, Лизонька? Яд в обувь Цветаеву подложила Анастасия Хмелева. А ранее она подружилась с Вероникой Гуськовой и пользовалась мотоциклом Паши Суеты. При этом она старалась максимально походить на Гуськову. На случай, если ее кто-нибудь увидит. Гуськова отношения к шпионской группе не имела. Мы сделали ошибочный вывод, но все казалось настолько очевидным. Хмелеву завербовал Джордж Райт. Опытный агент, который работал на нашей территории под прикрытием еще во времена СССР. Расчет был прост. Хмелева в библиотеке давно. Цветаев питает к ней романтические чувства и вряд ли заподозрит ее в двойной игре. А зачем они убили Цветаева? Ведь закладку-то они не нашли. У них поджимало время, товарищ генерал. С одной стороны, Райт был уверен, что детали операции «Тролль» знают только они. но с другой понимал, что в любой момент о том, что микрофильм у Цветаева может стать известен и нам. Райт рассудил, что если он не может изъять информацию, необходимо уничтожить единственного ее носителя. Тетя Мара, он приехал. Это в самом деле он. Фуфа, к нам приехал наш мальчик. Фуфа, я виноват. Но все эти дни я думал только о тебе. Ты негодяй. Я сильно сомневаюсь, что обычный искусствовед может так исчезать, чтобы его не видели и не слышали пять дней. Да и не искусствовед. А кто ж он, по-твоему? Фантомас. В крайнем случае, Штирлиц. Я скотина. Правильная самокритика. Вставай, мальчик мой. Фуфа. Ну? Обними его. Мара, иди на кухню. Переверни котлеты. Они подгорают. Я чувствую это сердцем. Если ты чувствуешь что-то с сердцем, примени нитроглицерин. Мальчик с дороги. Его надо подкормить. Я хочу вас вытащить из смрада каменных джунглей. Дать глотнуть свежего воздуха. В этом альфа и омега моего нового проекта. Юрьев глазами проезжающего. Браво! 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 Я же говорю, он голодный. Его никто не кормит. Конечно, никто не кормит. Он же совсем один. А почему ты не женился? Мара, не приставай. Нет, ну ты же не можешь жить один. Надо же с кем-то беседовать. Я только один раз встретил девушку, с которой могу беседовать. Совсем недавно. Ты сделал ей предложение? Нет. Я от нее сбежал. Она живет в Юрьеве и работает в картинной галерее. Так возьми отпуск за свой счет. Да. Поезжай в Юрьев в картинную галерею. Я боюсь показываться ей на глаза. Как ее зовут? Елизавета. И она достойна нашей семьи? Она потеряла паспорт. И какая-то авантюристка морочила мне голову, представившись ее именем. Я знаю, таких совпадений не бывает, но так совпало. Даша, мы заканчиваем. У тебя встреча уже близко. Смотрите, наслаждайтесь, обсуждайте. Дарья, скажите, пожалуйста, а вы согласны, что чем более удаленной становится коммуникация, тем больше она стимулирует людей к личному общению? С чего вы взяли? А чем еще вы можете объяснить интересы людей к общению, непосредственно происходящему здесь физически? Ну, может, люди просто хотят поговорить? Как? Слованья. Паша, а ты откуда? Так это я с Юрьевым. И ты чего сюда приперся? Ну, тебя повидать. И на выставку твою. Хочешь, поехали покатаемся. Пашенька, чего тебе надо? Говори прямо. А то ты, когда политику наводишь, шкуры дохнут. Соскучился я. А мне? Не могу я тебя из головы выкинуть, понимаешь? Вот хоть голову открути, а не могу. Я таких, как ты, никогда не видел. Паша, ты чего, влюбился, что ли? Поехали со мной в Юрьев, а? Ну, а как же Вероника? Да дура она. У нас не этот, инхтеля ин... Айкью у нее низкий, короче. Чего ты ржешь, дурак я, да? Ну, вот столичка. Голубчик, ну я право слова не знаю. Она говорила, что ее пригласили на экскурсию и потом на чай. На какой чай? Куда? Я не в курсе. Я был занят и слушал в полууха. Но мне показалось, что она очень торопилась. Подождите, я вам дам ее домашний адрес. Не надо. Я там был, ее там нет. Это безобразие, Юрий Петрович. И другого названия нет. Ну, потерпи ты еще немного. Ну, не рви ты из меня жилы. Председатель вы или кто? Клуб построили, жилы не порвали. Теперь возле клуба каждой выходной пьянки, а на больницу средств нет. Ну, так ведь статьи-то разные. Я же не могу из одного кармана в другой деньги перекладывать. Это ж подсудное дело. Придет время, построим и больницу. А пока только на тебя, Надежда. Вон, как к тебе народ тянется. Без оборудования специалистов грош мне цена. Я принимаю роды, лечу зубы, врачу и мелкие травмы, но этого мало. И вообще, я не всегда могу быть здесь. Да знаю я, знаю. Ты, бог ты, на меня не серчай. И потом, почему без оборудования? Вон, кардиограф тебе выбили. Забирай на здоровье. Я в область напишу. Так и знайте. Ну что, подойдет? Грузчиков давайте и машину. Мара, у тебя есть его номер? Боже мой. Какой номер? У нас никогда его не было. Он всегда звонил сам. Ну, хотя бы городской. Да кто сейчас говорит по городскому телефону? Боже мой, ты живешь в каменном веке. Посмотри в книжке. Ага. Так, буквы ша. Угу. Что ты встала? Может, мы позволили лишнего? И мальчик по-иному понимает себе. Асим Хаим. Мара, не морочь мне голову. Человек первый раз у нас в доме. Что он о нас подумает? Иди уже. Иду. Алло. Максим? Да. Ты дома? Да, дома. Не верю своим ушам. Бери руки в ноги и неси их к нам. Фу, вы что-то с Марой. С Марой, к сожалению, все хорошо. Спасибо тебе, Лизочка, за смелость, что ты приехала к нам на чашечку чая. Ну, что вы. Для меня это была приятная неожиданность. А как ты доехала с аэродрома? Ведь у нас таксисты такие жулики. Он едет. Мара, ну, кому нужен твой чай? Девочка наверняка проголодалась и хочет кушать. Все с дороги всегда хотят кушать. Привет, Джо. Я очень рад тебя видеть. Ты прилетела? Угу. Ты что, не подала в отставку? Ты передумала? Ты же так хотела. Я перевелся из-за надыря. Зачем? Я люблю тебя, а ты любишь меня. В общем, я хотел с тобой договориться. Я не могу тебе обещать, что с нами никогда ничего не случится. И ни при чем тут наша работа. Абсолютно. Я могу разбиться на самолете. Я могу угореть в бане. Может быть, все, что угодно. Ну, правда, это глупая теория. Ну, глупая. Мы не можем быть вместе, потому что мы боимся друг за друга. Я так не хочу. Я так не хочу. У меня одна жизнь. А у тебя? Угу. Я точно не знаю. Хорошо. Хорошо, мы точно не знаем. Абсолютно. Ну, у нас такая работа. Мы же не можем себе придумать другую. Не можем. Ну, а когда я буду свободен, я буду возить тебя по этим, ну, по горам, помогать лечить детей и малосознательных граждан. Тут с дорогами беда. Значит, будем ходить пешком. А зачем пешком? У меня есть конь, орлик. Я вас познакомлю. Джо, я плохо в седле держусь. Придется научиться. Ну, ради детей я готов на все. Господи, кто это? Я его назвал Барбос. Оригинально, Барбос. Иди сюда. Ну, с фантазией у меня плоховато. Значит, ты его забрал? Да. С дядей Сашей договорился. Он, кстати, тебе привет передает. Я его устроил ночным сторожем в библиотеку. Чудно это. Все у тебя так просто. Так а сложно-то уже у нас было. Да что же это такое? Ну что? И что мне теперь с вами сделать? Ну что? Ох... 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 Продолжение следует...